Добрый день. Спасибо, уважаемые организаторы, уважаемая Татьяна Юрьевна, Алексей Михайлович, за возможность выступить. Очень раз приятно удивлен высоким уровнем организации мероприятия. Есть чем сравнивать, тем более недавно, да, мы видели еще одно наше мероприятие важное. Я хотел бы сегодня остановиться на некоторых вопросах деятельности пациентских организаций, как их принято сейчас называть, а если быть точнее, то это Общественное объединение по защите прав граждан на охрану здоровья. Именно так они называются в 28-й статье Закона об основах охраны здоровья граждан. Еще раз представлюсь. Мы ведем свою историю как раз с первых групп пациентов в 2008 году, которые сформировались в том числе в Санкт-Петербурге, и в том числе вещества пациентов, проходивших лечение в НИИ онкологии имени Петрова. Вот у нас самый многочисленный, наверное, здесь наш, так сказать, отряд пациентов, общественно активных. И сегодня я хотел бы остановиться на тех вопросах, с которыми нам приходится сталкиваться чаще всего. Эти вопросы прошли, на самом деле, достаточно красной нитью по многим площадкам сегодняшнего форума. И позавчера в вопросах, связанных с организацией онкологической помощи населению, мы тоже обсуждали много подобного рода проблем, которые волнуют, заметьте, и не только пациентов, но и организаторов здравоохранения, и врачебные сообщества. И сегодня, исходя из того, что мы видим по нашему инструменту обратной связи, а мы собираем те обращения граждан, которые нашли в себе мужество к нам обратиться, как правильно сказал предыдущий оратор, мы используем все, так сказать, средства обратной связи, все возможные каналы, и к нам пишут и дочки, и внучки, и сами пациенты. И так, я думаю, в каждой пациентской организации, которая помимо организации культурно-развлекательных и успокоительных, успокоительно-психологических мероприятий занимается в том числе защитой и восстановлением прав граждан, которые не смогли реализовать то, что им обещало государство в рамках программы государственных гарантий. И, в первую очередь, я бы хотел напомнить всем, особенно пациентам, не забывать, да, у нас есть некоторые фундаментальные вещи, на основе которых строится вся система организации оказания медицинской помощи, потому что все-таки ключевой фигурой системы здравоохранения, безусловно, наряду со врачом является пациент, как конечный потребитель того, что достигается тяжелым врачебным трудом. У нас есть определенный набор гарантий, которые с виду даже в презентации они выглядят очень декларативно, но реализуются посредством вполне конкретных управленческих решений государства, включая принятие определенных законов, подзаконных актов и в том числе программы госгарантий. У нас, исходя из интересов, исходя из приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи, строится еще ко всему прочему, я помню, коллегам по цеху, вся, так сказать, деятельность пациентских организаций, потому что об этом сказаны в 28-м и в 6-й статье. Именно с учетом возрастания роли пациентов в системе здравоохранения такое бурное развитие последние десятилетия получили, особенно с принятием закона, который с 23-го, различные общественные объединения, куда люди, страдающие теми или иными, чаще всего, конечно, хронические заболевания, объединяются для того, чтобы оказать какую-то там друг другу посильную помощь и помощь третьим лицам. На самом деле это, с одной стороны, радостный момент, а с другой тревожный, потому что я был бы очень рад, если бы нам нечего было делать пациентским организациям, и государство само бы справлялось с теми, так сказать, обязательствами и с теми своими задачами по защите прав граждан на охрану здоровья, которые оно само себе, так сказать, и присвоило, и делегировало. Но, возвращаясь к обращениям граждан, вот все, что можно, так сказать, консолидированно выявить, мы получаем значительное количество обращений. Я не претендую на полную репрезентативность, напомню, это люди, которые нашли в себе мужество обратиться в общественное объединение и заявить о своих проблемах. И, наверное, основные нарушения, так сказать, и основные проблемы даже, не столько нарушения, не умение воспользоваться какими-то, так сказать, благами, которые нам гарантирует государство. Они лежат в трех, так сказать, вещах. Нарушение действующих нормативов, сроки ожидания, в том числе, не только порядки и стандарты. Сроки ожидания – это новое, новое, так сказать, KPI организации бесплатной медицинской помощи граждан в рамках программы госгарантий. Безусловно, у нас самое большое количество обращений связано с лекарственным обеспечением, либо, так сказать, это отказ в лекарственном обеспечении, либо невозможность получить уже назначенный препарат. Ну и то, что лежит за пределами, так сказать, компетенций Минздрава России – это система медико-санитарной экспертизы, медико-санитарной экспертизы, прошу прощения, как бы это отдельная тема, которая очень тревожит многих наших пациентов, особенно являющихся инвалидами или проходящими пересвидетельствами. Вот, возвращаясь к нарушению действующих нормативов и порядков и стандартов, зачастую мы можем в ряде случаев объединить первый и второй пункт на этом слайде, потому что, к несчастью, не только, так сказать, допустим, препараты противоопухолевые, которые не входят в стандарты или в какие-то льготные списки, бывают недоступны для наших пациентов, но, как ни прискорбно, и препараты, которые являются, там, традиционно проверенными в клинической практике. И от региона к региону мы видим определенные сложности в исполнении тех обязательств, которые лежат на региональных бюджетах и территориальных органах фондов медицинского страхования по обеспечению наших граждан лекарственными препаратами. Ну, вот основные функции пациентских организаций закреплены в законе, я не случайно сказал, что там культурно-массовые мероприятия, чаепития, походы в бассейны, что тоже там в ряде регионов нашими коллегами, я могу говорить за наше движение против рака, организуется, да, мы все-таки видим свою задачу принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья и в решении вопросов, связанных с нарушением таких норм. вот наше, так сказать, правозащитное, я не очень люблю слово «правозащитник», «правозащитное», да, поскольку я не врач, а юрист, и у меня есть тоже свои профессиональные деформации, вот, не все люди, которые называют себя защитниками прав, таковыми являются, на самом деле, но в хорошем смысле слова вот наша правозащитная деятельность, она как раз связана с восстановлением для каждого конкретного обратившегося тех гарантий, которые ему обещало государство. Вот эта часть, одна из основных частей нашей работы. Мы в прошлом году говорили о участии в разработке норм и правил, да, все эти общественные советы, возможность выдвигать общественные инициативы, общественный контроль – это одна часть. А вот это вот конкретная помощь конкретным гражданам. Как мы практически реализуем нашу функцию по поддержанию, восстановлению прав пациентов? Это, безусловно, просвещение пациентов и их близких. Когда я говорил о нарушении порядков и стандартов, у нас, к сожалению, не то что, так сказать, пациенты многие, но и часть организаторов здравоохранения, особенно, так сказать, смежных отраслей первичного звена, не очень себе понимают, допустим, тот же самый порядок оказания онкологической помощи населению. У нас люди после постановки диагноза могут шарахаться там по различным местам, по кабинетам, ходить ко всяким разным колдунам и всяким, просим, чудодельным товарищам, вот, вместо того, чтобы попасть на прием к профильному врачу-специалисту быть своевременно поставленным на диспансерный учет и, соответственно, получить как можно скорее лечение. И просветительская работа, в том числе в рамках школ пациентов, она носит значительный характер, потому что многие вопросы, которые возникают, в том числе на уровне, там, врач-пациент, администратор медицинской организации, да, руководитель здравоохранения пациента, они могут быть сняты путем проведения надлежащей разъяснительной работы с пациентами, что нами успешно делается с 2008 года. Что касается всестороннего консалтинга, мы, еще раз оговорюсь, не являемся медицинской организацией, не оказываем медицинскую помощь, мы лишь можем содействовать в ее получении. Поэтому вот эти вот хорошие практики, возможности получить какую-то информацию, допустим, с сайтов ведущих медицинских организаций, ну и как раз, кстати говоря, не онкология имени Петрова наиболее продвинулась в этом вопросе, потому что остальным нашим многим профильным федеральным медицинским организациям здесь надо догонять в плане открытости и возможности использовать интернет-ресурсы на благо пациентов. Догонять, я имею в виду, институт Петрова. Мы в взаимодействии с Ассоциацией онкологов с профильными общественными профессиональными медицинскими объединениями организовывали систему заочных консультаций, когда человек может реализовать предоставленную ему статьей 22-й 32-й закон об основах охраны здоровья граждан право на второе мнение, потому что зачастую возникают спорные ситуации, особенно когда люди хотят выяснить, насколько обоснованно и правильно их лечат по месту жительства, потому что, напомню, что все-таки помощь у нас организовывается специализированная практически по всем видам, включая, не исключая онкологию, вернее, на местах, и это ответственность региональных органов власти. Общественный контроль – это и мониторинг, в том числе доступности лекарственного обеспечения, это мониторинг соблюдения тех же сроков ожидания медицинской помощи, это обратная связь в рамках внедряемой сейчас по инициативе президента Российской Федерации системы независимой оценки качества услуг на медицинских организаций, прошу не путать, это очень важный момент, прошу не путать с оценкой качества медицинской помощи, потому что экспертиза качества медицинской помощи и независимая оценка качества оказания услуг организациям социальной сферы – это две большие разницы, потому что одно делается как инструмент обратной связи, а другое – разновидность профессиональной деятельности, и здесь пациентские организации не могут принимать участие в экспертизе качества, поскольку, как говорил Сафи Юрьевич в свое время, это делают специально обученные люди. Защита нарушенных прав пациентов, но в основном у нас это связано во взаимодействии с органами управления здравоохранением, помощь в написании различных обращений, дача памяток, навигаторов определенных, ну и в ряде случаев, как это ни прискорбно, представительство интересов пациентов в судах. При этом примеры конкретных судебных процессов и анализ судебной практики был дан позавчера, блестящий специалистами кафедры медицинского права первого меда московского. Я там, конечно, как юрист не совсем согласен с некоторыми посылами, но тем не менее нам иногда приходится действительно, как правильно констатировали коллеги, значительная часть, подавляющее большинство исков нам удалось выиграть. Обращаю внимание, что мы не судимся с конкретными медицинскими организациями по вопросам качества медицинской помощи, потому как я уже сказал, что наша принципиальная позиция сводится к тому, что это дело специально обученных людей и уполномоченных на то органов власти в области контроля и надзора. Мы не судимся за умерших пациентов никогда, мы помогаем живым, потому что они нуждаются в этой помощи более чем, скажем, какие-то сатисфакции родственников, у которых умерли близкие. И мне это очень хорошо и понятно. Иногда хочется, конечно, отдельным представителям, так сказать, что-то предъявить, кто там как бы на эмоциональном уровне вроде что-то не так сделал, как нам кажется. Но в основном у нас идут споры с органами управления здравоохранением относительно обязания этих органов исполнить те обязанности, которые на них возложены законом, обязаниями обеспечить лекарственным препаратом, обязаниями, так сказать, исполнить решение врачебной комиссии медицинской организации, либо признать какое-либо их бездействие незаконным. В процессе нашей, так сказать, работы с обращениями граждан происходит, безусловно, первый этап – это сбор и анализ обращений. У нас программа называется «Динамический мониторинг доступности онкологической помощи населению». Дальше у нас идет, соответственно, консультативная помощь. Это уже детально я практически слайд вам озвучил. В создании каких-то конкретных персональных петиций человека и выстраивании его отношений в разрешении какой-то спорной ситуации с соответствующими субъектами, которые находятся, в данном случае, с противоположной стороны. Поэтому это основные такие вехи, каждый из которых, на самом деле, может занимать и во временном, и в затратах усилий и применении различных профессиональных навыков достаточное количество времени и отнимать много ресурсов. Потому что ситуация, как каждый клинический случай, не бывает одинаковых ситуаций, так и здесь, собственно говоря. Это вкратце. Всего несколько слайдов в этой презентации. На самом деле она порядка 25 слайдов. Это то, что презентуется пациентам обычно. Я бы просто хотел обратить внимание, что, к сожалению, я сегодня эту тему вынужден был поднять, потому что число обращений граждан свидетельствует о том, что все больше людей нуждаются действительно в восстановлении их прав и в получении того, что им банально было обещано государством. Ну а причина этих обращений, на мой взгляд, и это, я думаю, ни для кого не секрет, и на других площадках, в том числе публичных мы обсуждали. Этот вопрос связан с некоторым снижением доступности в том числе специализированной медицинской помощи, отсутствием четких, вынятных управленческих решений в этой сфере, отсутствием какого-то, так сказать, понятного плана действий по совершенствованию доступности и качества онкологической помощи, ну и, конечно, безусловно, недостатком финансирования. Вот сегодня там опять обсуждались вопросы, как сэкономить никаких-то лекарственных средств. Но, к сожалению, несмотря на то, что в абсолютных цифрах у нас финансирование отрасли здравоохранения в этом году будет 3 триллиона 32 миллиарда рублей в общей сложности, ну это консолидировано все источники, включая там средства обязательно медицинского страхования, федеральные и региональные бюджеты. И это больше там почти на 200 миллиардов, чем в прошлом году, но в абсолютной покупательной способности этих денег, если можно так выразиться, мы понимаем, что это не обеспечивает нужд отрасли и, соответственно, это не позволяет реализовать те гарантии наши, как пациентов, которые нам предоставляет государство. Ну вот в таком ключе приходится работать и выдерживая этот поток жалоб, к сожалению, но сейчас, я не знаю, как бы будем думать, что те меры, которые пытаются предпринять профессиональные сообщества, органы управления здравоохранением, в среднесрочной перспективе позволят ситуацию переломить. Такие ситуации не решаются ни за год, к сожалению, ни за два, ни за один день. Поэтому соответствующая работа системная по созданию того же, так сказать, национального плана по борьбе с раком, адекватного, подкрепленного ресурсами и соответствующими, так сказать, правовыми основаниями, может быть, вплоть до принятия специального федерального закона. Вы знаете, у нас есть специальные законы, допустим, касающиеся СПИДа, туберкулеза, психиатрической помощи. В этом направлении будем двигаться и будем всегда признательны за какие-то общественные предложения и помощь в развитии наших общественных инициатив. Спасибо.